всем привет дорогие друзья из солнечной алании вы смотрите передачу лица турции на телеканале tv 82 в этой передаче мы рассказываем вам об интересных людях проживающих в алании и в турции и сегодня я расскажу вам историю юлии которая приехала из россии в аланию 2012 году поэтому оставайтесь с нами я надеюсь что вам будет интересно меня зовут юля да и я я живу в алании 2012 года то есть постоянно в алании 2012 но мой роман с турции начался в 2009 страшно вообще если честно уже представить на самом деле да я приехала в турцию я не хотела я вообще бы может быть и не приехала если бы за год до этого мне бы дали визу великобританию ученическую я бы в общем-то на стажировку уехала да но после этого я уже много раз была в европе и могу сказать что судьба все-таки есть и очень здорово что вот так вот странно но она привела меня именно в турцию потому что вот возвращаясь к тому вопросу про жизнь русских в турции да классно вообще здесь класс почему я решила переехать это я в свой самый первый год в турции я работала в тест-туре в отделе недвижимости опять же то есть это было случайно я ничего такого не хотела не планировала и в ноябре ты возвращаешься в саратов в мае или в июне там хорошо волга шашлыки друзья там сейчас вот поющий фонтан вообще привет саратову вот но в ноябре ребята в ноябре все забились в кофейне вот уезжают в теплые страны а отсюда ты уезжаешь ты купался в море утром в анталии тогда жила ты выпил там не знаю апельсиновый сок тебе все улыбаются вот это вот самое главное что меня заставило просто пару недель провести в депрессии потому что ты когда в этом постоянно живешь тебе норм а когда ты приезжаешь из страны где все улыбаются тебе просто улыбается там не знаю в магазине продавец хлеба потом как ты ты пони ты тоже начинаешь улыбаться и вот она как-то постепенно постепенно в общем вот так вот турция засасывает а когда ты переезжаешь в общем ну как-то это то есть чего складывается жизнь есть каш минусы есть везде есть минус когда ты видишь людей в шальварах вот этих дядюшек и тетюшек ты понимаешь что в общем то ну а смысл нормально давай то есть они помогают тебе сливаться в общем с природой я здесь не глажу я тогда мне это было я глажу тут я тоже кое-что глажу я стараюсь брать вещи которые гладить не надо в том числе и как бы нормально если ты вышел из мятой майки но ничего прям не критично не это главное не это главное на самом деле то что ты видишь вот мы с тобой даже сейчас шли как вот только хотела я сказать я шесть лет ты восемь лет красота же невозможно и надо прям даже выходишь на улицу и не в таком даже виде а просто на обычную улицу а цветочки пахнут там какие-то идет булочник с булками и пахнет вкусно что это знаешь как называется счастье в малом вот реально большого тоже хочется а большое в чем странно вот вот скажи мне для чем для что для тебя счастье вот для тебя счастье же не дурцы тот да безусловно изменить что-то создать что-то такое что изменит мир например что я не знаю но например там может даже не изменит мир но вот я когда рассказываю в инстаграме в своем про каменюки по которой никто не знает мне слово между прочим вот и потом люди пишут вот вау мы съездили там классно спасибо да то есть ты понимаешь что вот ты сделал что-то полезно ну то есть даже не то что полезное в каком-то таком утилитарном смысле а вот ну у меня я не учить лучше до сознание кстати очень много подписчиков канала которые приезжают в турцию в первый раз благодаря видео и они приезжают и ребята вы прав правильно делаете они приезжают не волон клюзив они приезжают своим ходом либо берут тур в какой-нибудь отель там три звезды и постоянно ездят по алане исследуют даже некоторые берут без обедов только например с завтраком и ходят местные кафешки там знакомиться с местами пробуют еду в общем но это тоже здорово да когда люди первый раз приезжают им нравится они что-то новое открывают просто есть например отели all inclusive классные но они классные отель all inclusive он может быть в мексике он может быть в доминикане он может быть в турцию может где угодно есть сети такие международные пятизвездочные отели которые предоставляют себе потрясающий сервис там прямо на гуа у нас есть диджей знакомый на гуа она всякое рассказывает и говорит о том что гуа вообще классный там гуа необычный даже если ты приезжаешь в пятизвездочный отель неважно где это гуа там доминикана или турция ты не видишь реальной жизни и очень много есть людей к сожалению то есть меня расстраивает даже мои близкие какие-то друзья которые приезжают ко мне они все равно как-то умудряются сохранить часть вот этих стереотипов то есть например недавно мне задали вопрос мне очень понравился а почему так мало турецких женщин на улице я как-то растерялась думаю до полного родина и мне говорят да нет очень мало я буду вот смотрите идет девчонка нет это не может турчанка наша короткая она за покрытый головой вот но это как бы ну бывает да окей там у людей есть какие-то стереотипы такие чисто ну культурные да то есть ты ждешь и вот она там иначе а когда ты не пробовал местную еду реально же люди многие не знают что такое черба турецкая с мясом никто не знаю только с чечевицей там и с супом ты вообще как это вот не знаю для меня тут это в том числе вот и еда именно вот в таких вот маленьких столовых можно отведать самые вкусные традиционные турецкие блюда такие столовые называются лаканта и они расположены практически в каждом районе алании или любого другого турецкого города здесь вы можете отведать свежащие блюда которые приготовлены например как в этой столовой в печи на дровах здесь есть и мясные блюда и овощные ну и конечно же рис и запеченный картофель и супы и сейчас ахмед уста сегодня в меню куриный и чечевичный суп и ахмед уста готовит каждый день наивкуснейшие супы и вот таким вот образом конечно же с долькой лимона подают супы если вы не знаете то супы в турции едят на завтрак на обед на ужин и даже ночью чем-то занимаешься что тебе нравится что не нравится привыкла ли понимаешь вот вот это очень важный момент потому что когда я возвращаюсь в россию дом к родителям для меня естественно очень куча есть каких-то там приятных воспоминаний но у меня всегда есть понимание того что я уеду оттуда когда я приезжаю в аланию у меня откуда-то да есть ощущение что я приехал домой то есть вот я у меня точно такое же я рада что я приехала домой это невероятно это практически ну вот там не знаю с момента когда у меня здесь появилась там квартира в которой я жила постоянно это вот так это удивительно потому что я не могу сказать что я влюбилась как люди рассказывают я приехал как вы знаете алания известна не только своими пляжами и морем но и конечно же своей природой поэтому вокруг города расположено большое количество террас с которых вы можете наблюдать все красоты алании как дневное так и вечернее время и сейчас мы находимся на одной из террас с которой открывается потрясающий вид на аланию на эту террасу можно приезжать днем и вечером совершенно в любое время суток и года гулять здесь по вот таким вот красивым аллеям и даже в самое жаркое время года здесь очень прохладно потому что на террасе большое количество деревьев кустарников и зелени и конечно же здесь очень красиво весной когда распускаются цветы и вся природа оживает ну а зимой вы можете приезжать сюда на пикник жарить шашлыки или просто любоваться прекраснейшей природой алании конечно же самые знаменитые виды на аланию открываются с аланийской крепости но из террас открываются тоже потрясающие виды и именно с этих террас вы можете увидеть совершенно другую аланию не забудьте посетить эти террасы и днем и ночью потому что днем здесь открывается прекрасный вид на море крепость и город а ночью город зажигает огни и играет совершенно волшебным светом доехать на эту террасу вы можете конечно же с туром посетить эту террасу но и самостоятельно сюда ходят городские автобусы городские автобусы все все расскажи пожалуйста что тебе не нравится на самом деле многие жалуются на условия работы с 2009 года и потом еще через сезон я работал в тест-туре потому себя у нас были выходные мы не работали как отельные гиды у нас были выходные но один вот и потом уже три года на постоянном то есть на фултайме с 6 дневной рабочей недели и с двумя неделями отпуска это конечно очень тяжело очень много есть компании которые работают полный день свод и ну то есть опять же опять же есть такое наблюдение мне очень очень понравилось его сделала моя мама вот она на мое вот это вот ах вот они работают всю жизнь без отпуска шесть дней в неделю я прям искренне восхищалась им какие вообще работоспособные люди на него это ты посмотри вот чувак говорит работает вот у него кафе вот он этом кафе с утра пришел вот уже пять чашек чая выпил и как бы ну здрасте там пришли туристы да то есть оля более расслабленный такой какой-то вот тон жизни что мы видим жизни и когда ты в таком ритме жизни тебе общем-то и отпуск не нужен а когда ты работаешь вот как я работала на то есть там вообще практически не отключаясь мыслями ночью и там в отпуск ты уезжаешь тоже постоянно на телефоне это конечно тяжело на самом деле нужно чуть-чуть поработал чуть-чуть отдохнул чуть-чуть то есть это вот самый баланс найти найти этот баланс очень непросто это вообще мне кажется классно когда ты это можешь сделать достаточно молодого потому что когда там общаешься с европейцами которых много достаточно здесь и они да они рассказывают что нам здесь очень нравится потому что здесь очень размеренный темп жизни здесь нет каких-то жестких рамок но при этом они очень тяжело много работали до этого и то есть они в общем-то ну благо медицина как бы неплохая они конечно даже в семьдесят пять так но как-то хочется раньше конечно еще одно прекрасное место в алании это парк тавшандама который был построен буквально пару лет назад с этого парка также открываются прекрасные виды на аланию как днем так и ночью внизу расположено место для пикников отдельная терраса для пикников с мангалами с беседками и конечно же в этом парке есть как и прогулочные аллеи здесь есть амфитеатр в котором проходят различные представления такие как турецкая ночь и так далее и все это действие проходит на фоне крепости аланьи здесь есть ресторан небольшие кафе сюда можно приехать семьей или с друзьями выпить стаканчик турецкого чая или кофе и конечно же полюбоваться прекрасными видами аланьи также здесь расположен музей в котором находятся предметы традиционного производства в алании это одежда и обувь из натурального шелка и банановых волокон именно вот в этом небольшом павильоне в парке тавшандамы вы можете видеть традиционные производства для алании здесь представлена одежда и обувь из волокон банана как же выглядят волокна листьев банана вот таким вот образом они выглядят в сухом виде и уже из этих волокон можно шить различные изделия также здесь расположены представлены изделия из шелка смешанной шелка и волокон банана а также просто из шелка если говорить о шелке то шелковые изделия делаются вот на таких станках ну и конечно же приезжая в аланию вы можете приобрести вот такой вот традиционный именно очень традиционный для алании сувенир ну и конечно же посетить это ателье где я думаю что впервые в жизни вы увидите изделия из волокон банана например здесь представлено вот такой вот изделие которое состоит из волокон банана и шелка конечно же это все выставочные экземпляры и на данный момент на них можно только посмотреть или приобрести какие-то небольшие сувениры и изделия из шелка например вот такие вот красивые цветы местные рукодельницы также делают и продают в самом центре алании недалеко от мэрии есть улица мастериц район бекташ это прекрасное место также для проживания как вы видите здесь расположены дома а также частные виллы дома двух-трехэтажные максимум пятиэтажные и здесь имея свой частный дом у вас также может быть садик в котором вы можете выращивать какие-то цитрусовые ну или просто разбить огород если вы любите район бекташ является одним из 110 точнее микрорайонов аланьи многие из вас знают такие районы как оба тосмур махмутларов саларо куджалар популярные туристические районы но помимо этого в алании еще очень много районов которые разбросаны вот так вот в горах и бекташ один из этих районов поэтому если вы любите отдых или жизнь вдали от шумного центра район бекташ также подойдет вам ну так вот по алании гуляли гуляли и вот и вот оказались теперь в гостях да теперь чая турецкого не будет вам никакого анастасия почему потому что я вот его почему-то не очень люблю конечно говорят что я его просто не умею готовить я ты знаешь даже ходила мастер-класс брала на готово приготовление турецкого чая да потому что здесь в доме где я сейчас живу живет совершенно потрясающе аутентичная бабушка она она да на турецкая бабушка при этом она такая бабушка как только ты появляешься вот в поле ее зрения она уже твоя бабушка тоже то есть это очень такая правильная бабушка причем когда мы переезжали в этот дом она пришла и извинилась за то что она не может помочь с переездом и до глубины души тронула вот потому что она как бы уже пожилая да и тяжело на минуточку тринадцать детей у человека тринадцать детей у человека да и она приходит и мне говорит я извиняюсь как бы да она принесла там что-то какой-то еду вот я извиняюсь значит не могу помочь что кому помогать мне помогать зачем вообще интересно вот и я к ней просилась на мастер-класс по приготовлению кысыра ты его ешь кстати ну да я люблю а я его не любила до тех пор пока вот она принесла и я поняла что это безумно вкусно и очень короче пока я прособиралась они к сыр уже сделали с дочерью я прихожу к сыр уже готов они говорят ну как бы вот мы тебе тут отложили знать вот тут накрыли значит припадем пленочкой и я так а я значит уже пообещала всем в инстаграме что ребята мы сегодня будем делать к сыр и я так а и она говорит ну чаю ты расскажи что такое к сыр ты хотя бы не все знают твои подписчики еще не знают что такое к сыр вообще это салат для бедных вот его если так назвать но это в общем мелкая мелкая дробленая пшеница типа пшенки сначала значит ее замачивают в воде эту пшеницу потом делают соус из лука помидорный и из болгарского перца салчи это тоже такая турецкая фишка из топленого масла и вот пюре овощного делают такую штуку на ней готовят все реально все и вот этот к сыр тоже не исключение потом смешивают с мятой смешивают с сухой мятой обязательно из такой из такой вот смешивают с петрушкой со всякой разной зеленью я не знаю как они так сделали что это так вкусно я до этого ела никогда не раз ну вот и поэтому им пришлось учить меня варить чай и так самое главное самое главное она поняла что как бы это все на снимать вот она сказать что она сразу эта бабушка в общем понимала что она в кадре она стала рассказывать очень много деталей ну вот в инстаграме мне кстати до сих пор лежит это отдельно в этим сторис вот и она говорит что вода должна быть обязательно холодная народ кстати потом спорил со мной я ничего я гренчу не знаю как бабушку вот вода злоте холодный все это значит ты кипит и ждешь вот ждешь пока чинки опадут вкус вот такие вот небольшие чайные также разбросаны по всей алании и именно в таких традиционных чайных вы можете отведать настоящий турецкий чай турецкий кофе выпить свежевыжатый сок ну и конечно же айран нам приготовили свежевыжатый сок чай как вы знаете турецкий турецкий чай турецкий чай пьют вот из таких вот стаканчиков называются они тюльпаны потому что выполнены в виде тюльпана и и вот в такой вот маленькой чайной вы можете выпить самый настоящий ну и конечно же самый самый вкусный турецкий чай как же приготовить настоящий турецкий чай турецкий чай готовят в двойном чайнике для того чтобы приготовить самый вкусный турецкий чай для начала в нижний чайник нужно залить холодную воду и верхний чайник насыпать заварку подождать пока вода закипит и после этого воду налить в заварку и буквально 15 минут подождать пока вода снова закипит потому что сюда нужно будет еще добавить воду подождать пока вода закипит а верхняя заварка под действием пара также разогреется буквально 15 минут и самый вкусный турецкий чай будет готов и самый главный секрет это двойной турецкий чайник и вообще на самом деле в турции не готовить можно что я помню в россии это очень дорого не готовить здесь ну опять же когда ты начинаешь считать плюс-минус купить там ну какое-то простое фастфудное блюдо причем это будет нормальное что-то типа вот танту не в йогурте это вообще по моему просто must eat каждый должен кто приехал сюда попробовать танту не в йогурте ну вообще на самом деле вкусный чай это какой чай это марокканский смятый чай ой супер вообще зеленый да вот но на самом деле у меня дома есть турецкий чай нет правильного чайника потому что я все равно не умею может быть конечно надо уже мастер-классами полученными знаниями на мастер-классе воспользоваться но когда приходят турки в гости они могут соорудить нормальный турецкий чай из подручных материалов из кастрюльчик нет самое потрясающее что у меня вот дома делал турок который он хотел чай он не мог что сделал знакомый мой он взял джезвы как это называют по-русски вот есть это посуда для приготовления кофе у меня их много не разных размеров он поставил одну на другую и сделал чай то есть он достаточно долго все это дело кипятилась причем конструкция такая танцующая вот но все все нормально то есть и мне он говорил смотри ты видишь чайки то есть мы смотрели стояли как это все здесь кипит вот нет видишь чайки вошли вниз вот это тот самый момент волшебный к чему ты не можешь привыкнуть вот прям не можешь и все не то чтобы это был какой-то минус а вот не можешь есть такое тут я не могу сказать наверное нет наверное нет такого к чему я не могу привыкнуть а есть есть вспомнила это когда у тебя при первом знакомстве начинают спрашивать всю такую вот важную личную информацию сколько тебе лет замужем или не замужем где ты работаешь какая у тебя зарплата квартира своя квартиру купила квартиру купила квартиру и что ты отвечаешь по разному ты знаешь долго было годы два было когда я очень злилась это было много разных случаев есть такая тенденция среди молодежи да вот наши родители у них была цель значит отучиться получить хорошую работу зарабатывать на этой работе скопить деньги на квартиру машину и так далее там уже дальше горизонта не видно потому что когда все произойдет уже полумертвой а мало молодежь сейчас даже скажем так достаточно состоятельные люди до молодые состоятельные со знаниями местом с умениями которые за границей живут и учиться и образование у них там ни одной языки все стараются не с не покупают жилье они смотрят осматриваются арендует ездят живут там здесь и только потом уже на старость ну да ну да то есть ну я не хотела бы прям сейчас подробно рассказывает там причины по которым моя ситуация сложилась так или иначе но если умозрительно говорить то это очень правильно потому что вот этот принцип где родился там сгодился он уже как-то совсем не актуален потому что мир огромный он очень интересный и если кому-то хорошо в том месте где он родился я за него искренне рада то есть у меня таких знакомых которые вот остались там где они родились очень мало то есть в основном есть те кто вернулся на родину да но это единица обычно это происходит о раскуда кстати я родилась в барнауле папина ветвь оттуда это алтайский край вот кстати я не знаю видно нет на заднем плане есть барабан привезенный оттуда даже если вы не надо мы его покажем это очень смешно я с пересадками с двумя его тащила из вручной клади и в руке не вручной клади в руке подмышкой да то есть он в принципе такой он барабанит достаточно так хорошо вот мне очень хотелось я думала сначала купить вот такой барабан вот но со мной вместе выбирал его мой папа он сказал что этот барабан барабанит лучше всех пришлось брать этот потом оказалось что на улице домлотаж продаются барабаны абсолютно идентичные очень похожи сделан был там видишь здесь тоже такая точечная роскость все ручная работа безусловно ну и потом еще чего родилась я в науле но там очень мало родителей жили потом я в саратове собственно училась и закончил там университет и никогда почему-то не хотел переехать в москву то есть вот обычно все переезжают в москву я хотела приехать в питер но к сожалению я там побывала до переезда в ноябре нет просто это же очень романтичный вот ты была ну вот это то есть классно особенно когда белая ночь вот мне очень нравилось мы жили на практике в университете мы жили три недели я прям поняла что это вот вообще это такой восторг вот потом я приехала в ноябре вот меня отхлестало этим питерским ветром вот дождем снегом и нет ну мне мурманске этого хватало кстати да у нас многие тоже хотели и москву и в питере они когда-то не стремился я всегда в скандинавию нам другое мне всегда хотелось вариться в другой какой-то культуре культуре с другими людьми или что-то что-то я не знаю узнавать когда ты уезжаешь кстати у кого есть дети всегда отправляйте детей учиться за границу обязательно даже вообще просто просто без каких-либо сомнений потому что когда отправляют детей учиться за границу и кругозор вот из такого понимаешь он просто вообще он становится я не знаю просто огромным и мне всегда хотелось туда ну скажем так с школьных лет мы постоянно конференции и так далее мне было интересно там ну и в общем ты же отучилась там и ты ну как бы вообще очень интересно у тебя получилось то есть у тебя две страны в которых ты прям полноценно достаточно долго жила то есть однозначно и там и там в общем своя а получилось кстати свои ездить в норвегии ну смотри в норвегии как получилось я туда ездила до того как переехать очень много раз у меня были знакомы я уже понимала и язык так или иначе и когда я поступила в университет там система обучения вообще совершенно другая ну которая мне подходила в отличие от российской системы и у нас были у нас в семестр было всего три предмета обязательных три обязательных и сверху этих предметов в то время уже все было в интернете все ты просто залазил на сайт и мог брать сверху от этих трех предметов все что хочешь вот все что хочешь я брала языки там латинский греческий короче испанский я прошла по всем языкам и один раз я не помню на каком курсе у нас был обязательный предмет норвежская грамматика но норвежская грамматика вот эти подлежащие сказуемые обстоятельства у них немножко все по-другому и поскольку я поскольку я точилась в русской школе да мне перестроить ну например у нас это обстоятельства у них это например дополнение и отвечает совершенно на другие вопросы ты представляешь как взорвался мой мозг я просто я не могла перестроиться вообще никак я не понимала почему и когда нас спрашивали всегда так по кругу да каждый каждый разбирает одно предложение когда-то я попадала правильно когда-то нет и в конце этой лекции я подхожу к учительнице я говорю понимаете говорю я пытаюсь но я не могу понять я не в ябал я просто не могу понять почему так я не могу она мне смотри будет смысле я говорю я не могу понять смысле в школе не училась что ли я говорю училась этот еще я грану я как бы в русской школе честно га так ты не норвеж не отличали не отвечали у меня не было ни акцента ничего и были такие ситуации даже в студенческое в студенческих там где выдавали студенческие карточки так далее меня прописали в системе как окончившую норвежскую школу представь я говорю товарищи я из россии быть и из-за этой вот проблемы мне не выдавали студенческую карточку я говорю вычеркните меня я русская посмотрите на паспорт вот поэтому в той системе в ту систему я очень быстро вписалась ну да классно в общем просто а в турции в турции нет а как сказать я такой человек я адаптируюсь вообще вот я приехала и все вообще на самом деле многие говорят то есть это я на себе прочувствовала и многие говорят что ты приезжаешь ты чувствуешь себя как дома вот удивительно когда ты вне страны находишься или когда ты ездишь только в отель поверить в это сложно но очень похожий менталитет вот очень похожие вещи какие-то то есть вот даже когда мне начинают рассказывать о том что в турке там пристают там купи-купи я буду потому что вы в отеле вы бы были в анапе вообще вы были ну да я помню в сочи в лазаревском я была в детском лагере таком вот школьным да вот я помню там вот это вот все сфотографируемся с попугаем ну то есть вот это то же самое но это курортные какие-то вот особенности на то же самое с некоторым акцентом барселоне там ты ну где ну как бы и как когда там например попадаешь в семью с кем-то близко общаешься вот у меня даже до смешного то есть есть друг у которого семья вот настолько похож клад то есть то как друг друга относятся люди то как они воспринимают мир это удивительно да ну вот какие-то вот религиозные вот эти отличия они вообще не чувствуются часто очень то есть вот какая-то основа вот мировосприятие тоже вот это вот имперское прошлое что ли да вот она все равно есть это хорошо или плохо я не могу судить да не буду но однозначно это похожие я впервые когда приехала в турцию меня удивило отсутствие полное отсутствие фруктового сладкого йогурта потому что для турков его есть кисломолочный продукт вот 2009 году я не видела то есть один или два каких-то куцах варианта там знаешь вообще не продаются в больших да 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 сейчас конечно там 33 варианта всего клубника и же ягоды сейчас есть всякие с корицей с яблоком ну что ты всякое не вот эти я не ела просто если ты не любишь а так я люблю я в общем я персика я покупаю вот эти по 500 миллилитров по 500 миллилитров они есть всякие редкие то что да есть всякие но это тоже 100 с чем ну что постепенно меняется то есть видимо как тут мы привыкли к определенному широкому набору продуктов но здесь например есть потрясающе совершенно сыр лавне я не знаю я все с ним делаю чизкейк и салат с помидорами очень вкусно и здесь кстати вот знаешь я в россии не готовила вообще то есть очень сложно было и и сейчас когда я возвращаюсь в россию мне там не хочется сложно готовить потому что на мне есть чего особенно к сожалению вкусных каких-то вот овощей фруктов найти сложно здесь я обожаю готовить потому что ты идешь на рынок тебе все уже пахнет зовет хочется что нибудь что нибудь что нибудь торгалась в органике вкусно причем только из овощей я тоже могу готовить очень получается классно ну вот с мясом и овощи тоже хорошо конечно а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok